Полный и рукоплещущий зал, букеты цветов после каждого выступления. Всё это можно было наблюдать на концерте памяти Михаила Круга, который состоялся 7 апреля в киноконцертном зале «Панорама» областного центра. На праздники шансона побывала и наша съёмочная группа. 7 апреля – особая дата для отечественного шансона. Это день рождения одного из самых известных исполнителей – Михаила Круга. Традиционно в этот день уже который год в Твери проходят концерты в памяти нашего знаменитого земляка. Сын шансонья Александр отмечает, что это логично, учитывая масштаб личности отца. Я считаю, что это правильно, они должны проходить каждый год, и с каждым годом на них должно приходить всё больше и больше людей. Это память, это уважение, это... Человек был легендой, и он до сих пор такой является. Учитывая прошлый год, когда из-за коронавируса большинство выступлений мастерам шансона пришлось отменить, нынешний концерт, прошедший в ККЗ «Панорама», собрал очень много участников. Точно знаю, что приехали и из Москвы, и из Рязани, и из Тулы, и из Краснодара даже человек приехал на поезде. Так что разные регионы, и, конечно, тверичи наши будут присутствовать, и жители родной пролетарки будут присутствовать на этом концерте. Все они исполняли как собственные песни, так и посвященные тверскому шансонье. Ну и, конечно же, значительную часть программы концерта традиционно составляют композиции, которые пел сам Михаил Круг. И здесь участники праздника нередко сталкиваются с проблемой – кому какой достанется хит. У нас Слуцкий, автор песен каких-то, да? Потом Юра Кузнецов, Таёжный, исполняет эти же песни. И когда каждый скинул, какой материал будет петь, и начались вот эти расприи. Автор говорит, нет, я буду вот эти вот петь песни. Ну, кому что, досталось. Без всякого преувеличения нынешний концерт памяти Михаила Круга прошел с большим успехом. Было все. И полный зал, причем среди зрителей было немало молодежи, и букеты цветов после каждого выступления, ну и, конечно, продолжительный аплодисмент. Ну и, конечно, звучали хиты Михаила Круга в исполнении его друзей и коллег, благодаря которым казалось, что сам шансонье тоже присутствует где-то тут, то ли среди зрителей, то ли на сцене. Приходите в мой дом, Мои двери открыли, Блутые силы петь, И нам угощать.